Эта экспедиция продолжает свою работу и сегодня мы будем обсуждать довольно интересную и сейчас довольно популярную тему, а именно хлебный ассортимент в конкретном магазине. Рядом со мной Евгений Пахолга, компания Дебак. И у нас есть возможность задать вопросы и поговорить о том, как же сейчас создавать правильный хлебный ассортимент в каждом конкретном магазине. Евгений, добрый день. Здравствуйте, Наталья. Очень рад вас видеть снова, так же, как и наших гостей. На самом деле, сегодня существует много концептов по осуществлению выпечки в магазине. Наша компания работает со всеми известными концептами. Есть концепты, которые представлены, которыми мы будем разговаривать сегодня. Есть концепты немножко другие. Евгений, с каким запросом вам обратились коллеги из сети Караванбаши? В какое время и как вы решали их задачу? На самом деле, с компанией Караванбаши мы работаем уже на протяжении шести лет. Тогда сеть насчитывала всего несколько магазинов, и у них было небольшое собственное производство хлебопекарное. Запрос был по модернизации хлебопекарного производства, расширению ассортимента и внесению новых технологий в центральное производство, откуда непосредственно хлеб доставлялся в магазины для продажи. Четыре года, как бы, ну, этот запрос был, конечно, обработан. Мы им поставили современные печи, мы им вывели новые сорта хлеба, ремесленные, с долгим брожением, ферментированием, которые начали пользоваться спросом у покупателя в Чеченской республике, непосредственно в городе Грозном. Вот, и спустя четыре года, как бы, они нам сообщили о том, что они планируют открыть свой флагманский, самый большой магазин, и попросили поучаствовать в создании хлебной полки непосредственно в этом магазине. Что на выходе? Сколько сейчас СКЮ можно производить с помощью, в том числе, вашей печи? И если говорить, по какому принципу подбиралось оборудование, то есть можно ли вот этот стек принятия решения немножко здесь подсветить? Если вообще вспомнить, конечно, желание клиента – это создать очень большую, насыщенную хлебную полку для того, чтобы покупатель, приходя в этот магазин, мог найти, ну, любой, скажем, товар. Мы, конечно, понимаем, что до такого расширить полку нельзя, но мы постарались максимально принять во внимание желание клиента, и в данном магазине мы совместили сразу несколько концептов, которые существуют на рынке. Например? Один концепт – это непосредственно пекарня производства собственная внутри магазина. Второй концепт – это выпечка замороженного полуфабриката. И третий концепт – это поставка определенного ассортимента с центрального производства уже готовым. На выходе в магазине появилось более 50 СКЮ хлебной продукции, которая соответствовала желанию заказчика. Ну, у нас получается, что то, что требует, там, не знаю, длительного цикла приготовления, оно готовится вне магазина, ну, условно, там, какие-то расточные хлеба, верно? Смотрите, я бы сказал так. Вне магазина готовится массовый продукт, который занимает, ну, скажем так, большой оборот, но при этом он низкомаржинальный. И производить его в магазине, ну, как бы не является целесообразным. Эта компания делает на центральном производстве. На магазин, на производство внутри магазина мы перенесли высокомаржинальные ремесленные сорта хлеба, такие как чебата, подовые сорта. Мы поставили сюда камеру длительной ферментации. Они работают через технологию холодного брожения хлеба. Но и также они выпекают замороженные полуфабрикаты, это мелка штучка, это какие-то слоеные изделия. И в магазине за счет того, что массовые социальные хлеба, они приходят с центрального производства, а высокомаржинальные и мелка штучка выпекаются здесь, и присутствует запах, и присутствует вот эта теплота хлеба. Ну, каждые полчаса можно, да, получить теплый хлеб? Да, да, да. Именно фишка магазина в том, что выпечка идет каждые полчаса, и фактически покупатель всегда берет теплый хлеб себе домой. Что касаемо именно оборудования, вот именно сюда что было поставлено, и какое количество сотрудников требуется для того, чтобы эффективно работать с этим оборудованием? Смотрите, здесь небольшая, скажем, пекарня собственного производства. Она подразумевает не более четырех сотрудников. Оборудование было подобрано следующее. Для выпечки замороженного полуфабриката и мелкоштучки замороженной, которая приходит тоже с центрального производства, мы поставили конвекционную печь, которая полностью выпекает это все. Для выпечки ремесленных хлебов стоит подовая печь, чтобы подчеркнуть вот эту значимость, вот это качество, вот эту корочку этого хлеба. Все выпекается на поду. И также стоит камера длительной ферментации для этого ремесленного хлеба. Соответственно, три позиции, которые мы восстановили в пекарне этого магазина. Сколько человек требуется для того, чтобы работать с ним? Четыре человека. Четыре человека. А насколько сложно их обучить? Скажем так, основной сотрудник – это мастер смены, который должен понимать все процедуры, все циклы, он один. Если мы говорим про выпечку замороженного полуфабриката, то на этот цикл не нужен специалист, потому что оборудование берет всю работу на себя. Оно выпекается по программам. Фактически персонал становится оператором, он выбирает ту позицию, которую он заложил из программ, и печка доводит все сама. Здесь получается один мастер смены, который разбирается в выпечке, и три пекаря-помощника, которые фактически знают, как работать с тестом, но не являются высококвалифицированными специалистами. Ключевая задача – их правильно выложить, какую-то определенную инструкцию исполнить. Конечно. Вы упомянули неоднократно тему замороженной продукции. Откуда в данном случае поступает замороженная продукция? Это сторонний поставщик, которого вы рекомендовали, или, например, совместно выбрали, или как это устроено? Как я говорил, с торговой сетью «Караван Баши» наше сотрудничество уже проходит много лет. И у них есть центральное производство по производству хлебобулочной продукции. Мы шесть лет назад начали его модернизацию, и как раз четыре года назад его закончили, и на этом хлебном производстве также производятся замороженные полуфабрикаты, такие как слоеные изделия замороженные, это мелкоштучные с начинками, круассаны. Но также и сдобные изделия. Все это замораживается через наше оборудование и в замороженном виде поставляется в сеть. То есть получается фактически у вас целый цикл от условно хлебободы, заквасок, или, например, масла, через заморозку, шоковую заморозку. То есть на каждой стадии у вас присутствует какой-то элемент вашего оборудования, который в итоге закрывает все потребности сети. Скажу честно, в этой сети у нас получилось организовать полный цикл на нашем оборудовании. Они фактически на нашем оборудовании и производят хлеба, и замораживают их, и отпекают. Если брать именно замороженные продукции, то это полностью на нашем оборудовании. Конечно, линии по слоению стоят других компаний, там, ну, тесто-месильное оборудование, но все, что касается основного оборудования, здесь торговая сеть доверилась нашей компании. К вам, как к эксперту, который очень много наблюдает за хлебной полкой в разных магазинах, я бы, наверное, еще один такой же общего характера вопрос задала. За счет чего можно повысить продажи хлебобулочных изделий и продолжать держать маржинальность этих изделий? Можете какие-то все-таки, знаете, где-то, может, рецепты успеха, а где-то просто там практика, которую просто нужно применять? Это, конечно, прежде всего для удачной хлебной полки нам нужно создание современного удачного хлебного концепта, который подразумевает, конечно, оборудование. Потому что создать качественный продукт, который от нас ждет покупатель, может или хорошее оборудование, или очень квалифицированный специалист. Как мы знаем, на рынке специалистов сейчас большой дефицит. Поэтому, ну, с любой стороны, всегда лучше инвестировать в оборудование. Наша компания предлагает несколько концептов современных, которые помогают наполнить хлебопекарную полку популярными трендами в хлебе, сделать работу персонала более легкими. Соответственно, не такой квалифицированный персонал может выдавать очень качественные хлебопекарные изделия. Наши тесты в России показывают, что покупатель, он не хочет нарезать хлеб дома. Соответственно, в тех магазинах, в которых устанавливается хлеборезка, доля покупок, именно хлеба, возрастает как минимум на 30%. Вот. Но здесь нужно тоже обращать внимание на качество нарезки. Про что бы я поговорил? Потому что каждый хлеб имеет свои вкусовые особенности. И расскажу один маленький лайфхак, что толщина нарезки хлеба в этом случае играет ключевое значение. Если вы нарежете заварной очень яркий хлеб толсто, то он перебьет любую начинку, которую вы положите сверху. Это получается, что мы еще можем стать экспертами в бутербродах, в части магазина. То есть, представляем, что мы приходим в эту хлебную полку условно, и там просто даже элементарно показывается, что вот на этом тоненьком хлебе получается идеальный бутерброд. Да. Можно создать теорию бутерброда, скажем так. Именно какая толщина хлеба влияет на общий вкус бутерброда для нашего покупателя. Соответственно, из этого и вытекает, что мы можем к хлебу также придвинуть какую-то продукцию, которую мы можем позиционировать как бутерброд, что будет сопутствовать дополнительным продажам. Ну и еще очень важно нам понимать про хлебную полку, потому что насколько бы хороший хлеб мы не производили, насколько бы качественно мы его не нарезали, но продает его всегда полка. Поэтому хлебная полка, ее расположение по ходу покупателя, ее подсветка, свет здесь играет ключевое значение, обращу на это очень сильное внимание, и вообще ее внешний вид, удобство пользованием здесь ключевое. К сожалению, не все магазины в России обращают на это внимание. Но я думаю, мы идем к тому, что у нас все-таки случится то, что магазины начнут менять хлебные полки на более удобные для покупателя. Евгений, но все-таки не могу я не затронуть вопрос, связанный с тем, что есть вроде как тренд на то, что люди меньше стали потреблять хлеба в части здорового питания, вроде как не предполагает хлеб. Все-таки хлеб – это здоровое питание, на ваш взгляд? Смотрите, хлеб – это в любом случае натуральный продукт. Что бы мы ни говорили, никаких ГМО или чего-то подобного он не содержит. По поводу потребления хлеба, наша компания отслеживает. Вообще за последние 10 лет в Российской Федерации уровень потребления хлеба не снизился, не вырос. Он примерно идет на одном уровне. Единственное, меняются вкусовые привычки покупателя. Если 10 лет назад это был больше индустриальный хлеб, это те же батоны, дарницкий хлеб, то современная молодежь, она больше переходит на тостовые хлеба, на какие-то ремесленные хлеба, на булочки. Тем самым идет перетекание покупателя от одного вида хлебово-булочных изделий к другим. Но снижение не происходит. Ну что ж, этим трендом нужно тогда пользоваться. И создавать такие... Ну и надо понимать, что хлеб-то это все-таки регулярная покупка. И это то, зачем люди возвращаются. Тему завтраков, вот как вы отрабатываете, есть ли какой-то запрос у ваших клиентов, чтобы разобрать тему завтраков в разрезе хлеба более серьезно. Что в данном случае вы могли бы... Как вы можете этот момент прокомментировать? Ну смотрите, мы, скажем так, снековая продукция, в которой относятся те же сэндвичи, которые довольно-таки популярны для завтраков. В России дополняется, скажем так, национальной какой-то начинистой выпечкой. Если мы разберем разные регионы, эта выпечка в принципе разнится. Но это может быть и та же самса. Если мы говорим про Татарстан, это H-P-H-Macky, это какие-то элиши. В небольшом формате ритейл начал это вводить, и оно пользуется очень большой популярностью среди покупателей. Потому что тема готовой еды сейчас на подъеме. Евгений, спасибо. Ну что ж, поговорили о хлебной полке. Здесь, Караван Баши. Погуляли по магазину, посмотрели, как это делается. И действительно, когда есть весь цикл от создания хлеба до его продажи, и она обеспечивается в том числе компанией Дебак, это здорово, когда можно это проследить. Спасибо, что смотрите наши материалы. Просто делитесь, какие магазины я еще должна посмотреть, для того, чтобы в дальнейшем рассказать об этом на нашем канале. Читайте retail.ru. До встречи. До встречи.